Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Заработает ли в Анапе еще одна ярмарка-привоз? И когда наведут порядок в сквере Гудовича, городские службы держали ответ перед исполняющим обязанности главы города. Одна за всю Кубань. Анапчанка вошла в двадцатку лучших библиотекарей страны и представляет Краснодарский край на всероссийском конкурсе. Уйти, чтобы возвратиться. Выпускница анапской школы, получив диплом педагога, нераздумывая вернулась в родную Альма-Матер, чтобы делиться знаниями с маленькими земляками. Общегородское планерное совещание провел исполняющий обязанности глава Анапы. В своих поручениях Юрий Поляков вновь обозначил, каким проблемам должно уделить особое внимание его заместителя. Коротко о главном в нашем материале. Яна Дуплякина рассказала о работе над главным финансовым документом. Один из источников пополнения бюджета – налоговые платежи. Оплатить налоги необходимо до 1 декабря. Удобно через портал Госуслуг. К слову, на сегодняшний день действующий личный кабинет на сайте Госуслуг имеют 19 тысяч анапчан. Три четверти заявлений в пенсионный фонд о назначении пенсии поддаются жителями курорта, не выходя из дома. Юрий Поляков, в свою очередь, напомнил об увеличении площадей многофункционального центра. Нам надо сегодня и завтра заняться МФЦ. То есть, один вопрос передачи в Край, да? И второй вопрос, мы все равно для жителей Анапы должны увеличить площадь. Помните у нас? Да, да. В Иритошевском разговор был, да? Да. Значит, пожалуйста, давайте вызывайте этого застройщика, знаете, о ком я говорю, да? Хорошо. Давайте будем разговаривать. Строительство детских садов и школ – тема номер один в социальной сфере. Проект ближайшей перспективы – пристройка к шестой школе. Однако останавливаться на этом не стоит. Дал понять Юрий Поляков. Вы мне информацию соберите, пожалуйста, по сельским школам. Вот сколько сельских школ, на сколько мест они, кто посещает эти сельские школы. Дальше я расскажу вам, что надо сделать. У Александра Колесникова руководитель поинтересовался, какое решение принято по обращению общественников устроить ярмарку выходного дня на улице Астраханской. Со следующей пятницы мы готовы на улице Астраханской пробовать ярмарку провести. Исполняющий обязанности главы Анапы добавил – это центр города. Если не будет порядка и чистоты, то такая ярмарка не приживется. Точно так, как не приживется больше и стихийная торговля. Артур Валерьевич, это чья земля? Это что за клумба такая с цветами? Чей? Наш? Кто вытоптал? Ну кто-то же стоял, кто-то отоптал. Ничего не было? Значит, надо его в порядок привести. И в завершении разговор с управлением ЖКХ. Брошенный фонтан у памятника Ленину, вытоптанная детская площадка, неухоженная беседка, сухие деревья в сквере Гудовича, замечания. А вслед за ними поручения звучали неделю назад. Вот там, где сухие деревья спилили, на этом месте должно появиться новое дерево. Только не такое вот, а хорошее дерево должно появиться, которое через 3-4 года что-то даст. Понимаете или нет? Мы же понимаем, что дерево за год не вырастет и за два. Ему надо 10-15 лет, чтобы оно набрало такую силу и высоту. Поэтому надо сразу высаживать деревья. Спилили, посадили. Армен Григорян заверил, по всем сделанным замечаниям ведется работа. Благоустроительные работы в городе – ответственность муниципального предприятия «Ремстрой». На сегодняшний день бригады ремстроевцев трудятся в нескольких районах Анапы. Подготовка к капитальному ремонту идет в здание бывшего военкомата, в той его части, которую не коснулись разрушения. Рабочие готовят к стяжке полы. На улице Гоголя ремстроевцы обновляют пешеходную зону. На участке протяженностью 460 метров демонтирована старая плитка. Здесь будут заменены бордюры и уложено новое покрытие. На улице Краснодарской необходим пешеходный переход. Это поручение исполняющего обязанности главы Анапы. Прежде чем приступить к разметке дорожного полотна, ремстрой уложит 40 метров тротуара. Теперь получить разрешение на строительство частного домовладения возможно, не выходя из дома. Управление экономики, инвестиции, администрация Анапы информирует, что все необходимые документы можно оформить через интернет-портал государственных услуг. Преимущества очевидны. Отсутствие очередей, круглосуточный доступ к интернет-порталу. Отсутствуют и территориальные ограничения. В электронном виде можно оформить как разрешение на строительство и реконструкцию, так и градостроительный план земельного участка. Для этого необходимо зарегистрироваться на интернет-портале и выбрать соответствующую услугу через каталог. Анапчанка Елена Нещедимова представляет Краснодарский край на Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2017». Именно ее проект «Я библиотекарь» был признан лучшим из пяти представленных от Кубани. Сейчас Елена Нещедимова заведует отделом правовой информации в Анапской детско-юношеской библиотеке. Успевает не только поддерживать порядок в отделе, но и принимает активное участие в творческой жизни филиала. В Анапской библиотеке Елена Нещедимова работает около 20 лет. В профессию она пошла по стопам мамы. Но признается, что выбор был осознанным. Имеет два высших образования, Краснодарский государственный институт культуры окончила с красным дипломом. В детско-юношеской библиотеке ведет дела юридического плана. Работает с поисковой системой «Гарант», принимает активное участие во всех мероприятиях. По ее словам, попасть в двадцатку лучших библиотекарей страны ей помог весь коллектив. Когда мы писали заявку, мы просто описали работу нашей библиотеки, конкретно мою, за 2016-2017 год. Какие у нас здесь реализуются программы, какие мероприятия мы проводим, как мы работаем с детьми, с подростками. Наверное, там оценили и решили, что мы достойны представлять Краснодарский край в финале этого конкурса. В своем проекте Елена Нещедимова вместе с коллегами соединила лучшие разработки последних лет. Яркие мероприятия, оригинальные конкурсы и акции. Ко всему приложили фотографии. Конкурсная комиссия высоко оценила труд анапского библиотекаря. И из пяти кубанских претендентов именно она прошла в финал. В краевых конкурсах Елена принимала участие неоднократно. На рабочем месте красуются заслуженные дипломы и грамоты. Ее любят очень читатели. Она очень добрый человек в коллективе. И вообще я считаю, что она настоящий профессиональный современный библиотекарь, который является для многих примером. Благодаря таким увлеченным людям Анапская детско-юношеская библиотека давно перестала быть просто домом книги. Сегодня здесь работают многочисленные кружки и клубы по интересам. Для старшего поколения проводят уроки компьютерной грамотности. Количество зарегистрированных читателей возросло до 18 тысяч, что на 600 человек больше, чем в прошлом году. Сегодня библиотека – это не просто место, где хранятся книги. Это такое учреждение, куда можно прийти, почитать, позаниматься, найти себя в этом месте и провести время с удовольствием, получить новые знания. Голосование продлится до 9 октября. Свой голос за Анапчанку можно отдать на сайте Российской национальной библиотеки в разделе конкурса www.nlr.ru. Пятерка лидеров отправится в Санкт-Петербург, чтобы лично защищать свои проекты. Победитель получит 120 тысяч рублей. По словам Елены, в случае победы она потратит выигрыш на покупку новых книг и развитие библиотеки. Ночная температура воздуха в Анапе опускается до 5-10 градусов тепла. Заметное похолодание заставляет анапчан прибегать к помощи обогревателей, а некоторых обитателей дачных домиков – к печному отоплению. В это время года всегда возрастает риск возникновения бытовых пожаров. Соблюдение правил пожарной безопасности убережет от беды. Ситуацию нам прокомментировал начальник Анапского пожарного гарнизона Роман Константинов. Температура воздуха у нас сегодня с утра составила 7 градусов тепла. Достаточно холодно, и население начинает включать отопление, обогревательные приборы. Соответственно, все приборы нужно проверять. Проверять их заводские пломбировки какие-то. Ни в коем случае не вносить какие-то технические изменения в обогреватели, в электроприборы. Следить за работой электроприборов, не оставлять их на ночь, только под присмотром. Ни в коем случае не допускать туда детей в избежание частных случаев с детьми. Убедительная просьба также по включению газовых бытовых приборов провести все необходимые регламентные работы, пригласить специалистов для проверки дымоходов, а также работу непосредственно газового прибора, то есть зажигать его, то есть регламент включения, отключения, пуск газа, его последующее отключение и так далее. 3 октября весь мир отмечает Международный день трезвости. Он нацелен на привлечение внимания всех людей планеты к проблеме деградации личности при употреблении алкоголя. Сегодня специалисты Центра медицинской профилактики посетили школу имени Героя Советского Союза Старшинова. В доверительной беседе кадеты узнали о последствиях, которые несут вредные привычки, и получили рекомендации о том, как их избежать. Во многих странах мира употребление алкоголя приблизилось или перешагнуло опасную черту, ведущую к вымиранию нации. Об этом кадетам рассказали организаторы «Лектория». Специалисты Центра медицинской профилактики привели для примера страшную статистику. Ежегодно от злоупотребления алкоголем в России умирает около 500 тысяч человек, а это более 1300 людей ежедневно. В фильме кадеты увидели все стадии деградации личности. Особенный упор был сделан на вред слабоалкогольных энергетических напитков. Специалист отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгений Смирнов рассказал ребятам, какие последствия могут быть за употребление наркотических и психотропных средств, и как одним неверным поступком можно сломать всю карьеру и жизнь. Благодаря всесторонней профилактической работе ситуация с наркоманией в Анапе не вызывает опасений. У нас на протяжении уже длительного периода времени на учете в наркологическом кабинете не состоит ни одного несовершеннолетнего, который был бы замечен в употреблении каких-либо запрещенных веществ. То есть в этом плане у нас очень хорошо. Впрочем, ребята и сами осознают всю степень последствий вредных привычек. Поэтому для себя они уже давно сделали выводы. Я считаю, что этого делать не нужно, потому что это, прежде всего, твое будущее, твое здоровье. И всякие вредные привычки также могут оказаться на твоем будущем потомстве, то есть на твоих детях, на твоих правнуках, внуках. То есть лично моя позиция, что этого делать, естественно, не надо. На протяжении трех лет наша школа была единственной, у которой не было не поставленных на учет по алкогольному опьянению, токсикомании и не пойманных по закону 1539. В завершении встречи участникам лектория были разданы методические материалы, а также все желающие смогли пройти проверку на смоке-лайзере. По показаниям прибора, курильщиков среди кадетов нет. Уже в этот четверг в России отметят самый главный осенний праздник – День учителя. Это день всех работников сферы образования, заслуженных учителей России, а также молодых специалистов, которые привносят в профессию новые взгляды на обучение, воспитание и развитие детей. Преподаватель начальных классов Ксения Яцина – одна из таких. Молодой, амбициозный и перспективный преподаватель обучает детей в школе, которую сама окончила всего пять лет назад. Треугольник. Почему триугольник? Что за циферка появилась? Спустя пять лет выпускница Анапской 21-й школы Ксения Яцина вновь вернулась в родной дом знаний, но уже в качестве молодого специалиста. Она – учитель начальных классов. Закончила Анапский филиал Московского педагогического государственного университета с красным дипломом, хотя до последнего не была уверена в правильности выбора профессии. Однако теперь ни о чем не жалеет. Честно привели меня родители, потому что изначально я хотела быть психологом, а не учителем начальных классов. Но так сложилось, что мне понравилось после первого курса. Я решила остаться, но прям твердо решила, что буду преподавать уже на четвертом курсе. Первый, второй, третий курс я еще думала, что я уйду вообще из университета в принципе. Но осталось, так как у меня тетя учитель начальных классов, она сказала, что стоит попробовать, а уйти я успею в любой момент, если перехочу, конечно. Желание преподавать не только не пропало, но и возросло. Несмотря на молодой возраст, она сумела заработать авторитет не только у детей, но и у старших коллег. В школьные годы Ксения была одной из самых ярких активисток школьного совета и уже тогда зарекомендовала себя как трудолюбивый и ответственный человек. Поэтому директор Ника Лебрес решила отдать классное руководство с первоклассниками ей и отмечает, что молодой педагог полностью оправдывает оказанное ей доверие. Прекрасный творческий человек, любит ребятишек. Она первый год у нас работает, мы ей доверили первый класс, и она с успехом справляется. В будущем я надеюсь, что это будет великолепный педагог. У нее есть, конечно, наставники, педагоги нашей школы, которые также обучали ее. Я надеюсь, что в будущем все у Ксении Васильевны получится. Несмотря на скромный опыт, Ксения Васильевна с успехом держит внимание большой детской аудитории. Занятие старается выстраивать в интересной и доступной для детей форме. Между уроками обязательно физкультурная минутка. И, конечно, железная дисциплина, которую удается поддерживать не только строгостью, но и поистине материнским вниманием и заботой. А ученики, в свою очередь, отвечают педагогу взаимностью, полным доверием и послушанием. Учительница – это очень хорошее, потому что я давно таких учителей не видела. Это самая лучшая учительница в нашем городе. Она добрая, и тем более она помогает при каком-то условии, когда у тебя что-то не получается писать, что-то делать, и она все время помогает. Они разные, да, может быть, день прошлый, если закончится нехорошо, да, поведение плохое. Все равно приходишь с надеждой, что мы проведем день в радости. Я вижу, как они улыбаются даже во время физкульт-минуток, им это нравится. Я вижу, как они работают. Это все равно доставляет удовольствие. Доставляет удовольствие, когда они подходят и говорят, «Ксения Васильевна, я вас люблю». Такое тоже бывает. Учитель – это не профессия, а образ жизни, считает Ксения Яцина. Задача не только передать знания, но также развить душу, сформировать характер, воспитать настоящего человека. Кроме того, педагог должен постоянно работать и над собой, повышать багаж знаний, одним словом, быть достойным примером для своих учеников. И, быть может, кто-то из сегодняшних школьников, вдохновившись своим первым учителем, через много лет так же, как и она, вернется в родную школу. В Анапе на базе клуба «Танден» прошел шестой черноморский семинар по Айкидо Айкикай под руководством президента Ассоциации клубов Айкидо Айкикай России Зурбека Гаджиева. На мастер-класс собрались около 30 человек из Анапы, Геленджика, Армавира, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Здесь не только начинающие айкидокеры, но и спортсмены, уже достигшие серьезных результатов. Некоторые имеют черные пояса. Мастер показывает технику выполнения приемов. Ученики повторяют и отрабатывают. Такие практические семинары – хорошая возможность поделиться опытом и пополнить багаж новыми знаниями. Айкидо – достаточно современное боевое искусство, зародившееся в 20 веке. В его основе лежат древние боевые техники. Практикующие отмечают, что в Айкидо не нападают, а только защищаются. В первую очередь Айкидо дает возможность решить проблемные вопросы другим путем. Не путем конфликта, а путем выхода из ситуации, путем наименьшего сопротивления. То есть в современном мире это очень важно. Этот семинар – один из этапов подготовки спортсменов, а также повышения квалификации. Ведь, как отмечают организаторы, занимаясь Айкидо, всегда есть к чему стремиться. Это постоянный путь к гармонии тела и духа через совершенствование и оттачивание техникоприемов. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. С «Салями» финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 4 октября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Ночью прохладнее – 12 выше 0. Ветер переменный от 6 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 19 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.